Все, пришедшие на концерт, сразу поняли, что зрелище будет необычным. И были правы, ведь началось представление со сцены рождения культработника. Ну а далее все концертные номера перемежались с короткими, но очень интересными рассказами из жизни и о жизни Евгения Смирнова. Да и каждая песня была отыграна как настоящий спектакль, с переодеванием и воплощением образов. В этот день поздравить юбиляра пришло немало гостей, ведь день рождения невозможен без поздравлений и подарков. И пока ты в этой культуре, культура города и района, она будет постоянно на высоте. Женечка, с наилучшими пожеланиями. Горячо тебя любит. Так как среди друзей и коллег Евгения Смирнова большинство людей творческих, на концерте были представлены и их совместные номера. Особенный восторг у публики вызвал дуэт саксофонистов и импровизированный оркестр, а также трогательная песня, спетая с маленьким сыном музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok Сам Евгений – человек, казалось бы, просто насквозь пропитанный музыкой. На вопрос, чем бы он занимался в жизни, если бы не существовало домов культуры, отвечает, не задумываясь. Ну, закройте дом культуры, вы думаете, на площади эти скоморохи не будут играть? Да, мы с Лешей встанем с саксофоном, мы заработаем себе эту тысячу в день, как оно и раньше было. Кибитки сели, поехали, на площади встали, о, артисты приезжие приехали. То есть она и будет жить. Здание – это только здание, потому что уютно здесь, все хорошо, можно репетировать. Но можно репетировать и дома, можно репетировать, хоть на улице репетировать. Если у тебя душа поет, ты будешь петь везде. Родные и коллеги Евгения ценят его за доброту, отзывчивость и профессионализм, а также за то огромное количество душевных качеств, которыми он обладает. Это самое главное, отличительное качество Жени – он очень верный друг. Он никого никогда не предаст, как бы плохо с ним не поступили, как бы не повернула жизнь в хорошую или плохую сторону. Он очень верный друг. Его отличительная черта – это то, что он может уловить, так сказать, ту ноту, которая необходима будет в данной ситуации, и как бы, как потом показывает опыт, это действительно то, чего не хватало, это касается всего. Это человек, который умеет выслушать, всегда готов прийти на помощь. Это проверено не только мной. Самое главное, он очень человечный. Это тоже очень редко. Иногда даже людей культуры зашивают в такие рамки, что очень трудно остаться просто человеком. Петь профессионально не каждый может, но то, что Женя делает, ему не надо профессионально петь, потому что у него из души выливается то, что не у каждого профессионала, в общем-то, получается. Пути пересекаются рабочие, мы с ним часто бываем вместе, на сцене выступаем. Это очень хорошо, когда мы вместе, дома мы вместе репетируем, спорим, ругаемся мы дома только по работе, не по каким домашним делам. Впереди масса новых талантов и идей. Ведь и сам Евгений и его друзья уверены, в 55 лет жизнь только начинается.